Что может сделать правительство Армении, чтобы не вернуть наших захваченных мальчиков? Почему молчит мировое сообщество? Мы попытались получить ответ на эти вопросы от первого правозащитника Ларисы Алла Вердян, которая заявила, вопрос актуален не потому, что наших пленных до сих пор не вернули, а потому, что они вроде бы обходят вопрос, как эти пленные возникли. В основном я хотел бы сосредоточиться на этом, потому что это восходит к тому, почему они не предпринимают четких, целенаправленных шагов или почему они не достигают успеха. Во-первых, я должен напомнить, что 9 ноября, когда документ был подписан, боевые действия еще продолжались. На момент подписания мы не видим смысла сначала выводить с этих территорий все еще сражающихся солдат. Другими словами, я должен сила грустью сказать, что территории были переданы все еще воюющим военным. Более того, есть люди, попавшие в плен после декабрьской войны. Как это произошло? Очень часто власти водят на территории войска, которые потом не могут доказать, что они армяне. Проблема в том, что если вы отправляете людей и не можете позаботиться о них в будущем, то вам следует говорить не о том, что не было сделано, а о том, какое преступление имело место. И я убежден, что такое враждебное отношение полностью свело на нетполномочия, которые правительство должно иметь на переговорах, чтобы иметь возможность действовать как равноправная сторона. Госпожа Алла Вердян, в чем причина реакции международного сообщества, безликих условных структур, только на уровне анонсов. Когда есть резкая реакция, когда заинтересованное государство поднимает эти вопросы не как безрезультатное заявление, а выносит конкретный вопрос на все площадки повестки дня. Теперь, когда государство не делает этого само, международное сообщество делает общие заявления, основанные на конвенциях и тогда чего ожидать от международного сообщества, когда проправительственный депутат заявляет, что с заключенными в Азербайджане обращаются очень хорошо. Такие непонятные даже врагу позиции дают основания мировому сообществу довольствоваться обычными. Да, вы правильно сказали, безликими заявлениями, пишет газета.